За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, шестеро получили ранения. На Луганском направлении противник 15 раз обстреливал позиции украинских войск. В семи случаях использовались минометы. На Донецком участке было 11 обстрелов. Также активно применялись запрещенные вооружения. На Мариупольском направлении боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. В ряде случаев применялись тяжелые вооружения. Необходимость принятия закона об особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета возникла из-за фактического выхода России из минского процесса. Об этом заявила представитель президента Верховной Ради Ирина Луценко. Она сказала, что проект закона закладывает стратегическое видение восстановления суверенитета и территориальной целостности. Луценко добавила, что проект закона направлен на усиление обороноспособности государства. В нем также идет речь о правовом статусе военных действий, улучшении социально-экономического управления, решении проблем людей в зоне конфликта. Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные против России за оккупацию Крыма. Напомним, что ограничительные меры были введены три года назад. В частности, они предусматривают запрет компаниям и частным лицам из ЕС на деятельность в Крыму в торгово-экономической и финансовой инвестиционных сферах, энергетике и туристической отрасли. Туроператорам Евросоюза запрещено предоставить услуги на аннексированном полуострове, а европейским круизным судам заходить в крымские порты за исключением экстренных случаев. Кроме того, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму. Под санкциями также находится импорт товара с полуострова, сертификат происхождения. Президент Петр Порошенко вылетел в США с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко. 20 июня он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, а также вице-президентом, министрами энергетики и экономики Соединенных Штатов. Это будет первая встреча Трампа и Порошенко. Эфиопия получила помощь в размере 38 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на обеспечение голодающих продуктами питания, чистой питьевой водой и медикаментами. Средства выделила Великобритания. «Ситуация в Эфиопии тяжёлая, поэтому я приехал сюда и хочу оценить масштабы засухи и голода, которые переживает эта страна». Гуманитарную помощь распределяют Всемирная продовольственная программа и другие благотворительные фонды. Великобритания объединяет своих партнёров, и выделенная ею помощь поддерживает здравоохранение, а также идёт на обеспечение продовольствием. Это очень важно для сотен тысяч детей и матерей в Эфиопии. Еще почти 77 миллионов долларов получила от Великобритании другая восточно-африканская страна – Сомали. Эти деньги также предназначены для обеспечения голодающих продуктами и водой. В общей сложности донорские средства спасут от голода более двух миллионов человек. Это также позволит жителям Сомали, где почти 30 лет идёт гражданская война, избегать экстремальных ситуаций. Например, им не придётся пускаться в опасное путешествие в Европу, чтобы искать там возможность выжить. Министр международного развития Великобритании призвала все страны мира активизировать усилия по спасению восточно-африканцев от голода и болезней, чтобы не утратить ранее достигнутых положительных результатов. По состоянию на конец прошлого года в мире насчитывается более 65 миллионов вынужденно перемещенных людей. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В докладе отмечается, что каждые три секунды вынужденно перемещенным становится один человек. Каждый 113-й при этом переезжает в США. Всего, по данным ООН, в 2016 беженцами стали на 300 тысяч человек больше, чем в 2015. В Португалии пытаются справиться с сильнейшими за полвека лесными пожарами. Пламенем охвачен центральный регион Педро-Гранта, что примерно в 200 километрах от Лиссабона. Погибло уже не менее 62 человек. Большинство из них сгорели в собственных автомобилях, когда пытались выехать из зоны бедствия. Более 50 госпитализированы. В стране объявлен трёхдневный траур. «Смерть при таких обстоятельствах всегда трагедия. Столько десятков погибших – это беспрецедентная трагедия за всю историю демократической Португалии». Пожары полыхают в субботы. Всего насчитали более 150 очагов возгорания. Причиной стала сильная жара в сочетании с грозами. Несколько дней температура держалась на отметке плюс 40, и, возможно, возгорание вызвало молния. Местные жители жалуются, что помощь пришла слишком поздно. Пожарные несколько часов не приезжали, пока горели их дома. «В 11 вечера родственники переполошились. Пламя. Вещи были в огне. Я вернулся и увидел, что всё сгорело». «Пламя охватило всё, вон оттуда и досюда. Валил дым, и это было похоже на ад. Мы вообще не спали. И сегодня, похоже, будет то же самое, потому что мы не можем попасть в наши дома». В поддержку пожарным направили военных. Также оказывают помощь Испания, Франция и Германия. Готов помочь тяжёлой техникой Евросоюз. Тушению мешают сильные порывы ветра. Несмотря на пожары, в Португалию продолжают приезжать туристы. «Нам, туристам, не нужно ехать в тот район. Конечно, задаёшься вопросом, есть ли у них достаточно ресурсов для борьбы с огнём или помогут ли им другие страны. Здесь, в Лиссабоне, опасности не чувствуется». «Думаю, мы все переживаем, когда что-то происходит и когда гибнут люди. Это большая трагедия». Как сообщается, к настоящему времени большинство пожаров уже потушено. Активных осталось около 10. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, каким образом будут рассчитывать пенсии, которые вырастут с 1 октября. Размер пенсии будет равен произведению средней зарплаты за последние три года, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента страхового стажа. В частности, в правительстве говорят, что работник госслужбы со стажем в 32 года, получавший пенсию с 2008 года в размере 1700 гривен, с октября будет получать 2300 гривен. «Металлург» со стажем в 27 лет и получающий сейчас пенсию в размере 1600 гривен будет получать 2500 гривен. Спрос на электромобили в Украине вырос в три раза. Согласно данным Ассоциации Укравтопрома, вперед с января по май первые регистрационные номера получили почти тысячи автомобилей с электродвигателями. Абсолютным лидером на украинском рынке электромобилей остается модель Nissan Leaf, предпочтение которой отдали более 800 автомобилистов. Из этого количества только 124 приобрели новые машины. Вторым по популярности у украинцев электрокаром стал Ford Focus Electric – 37 авто за пять месяцев. Замыкают лидерскую тройку Tesla Model S и BMW i3, которые за пять месяцев получили по 24 регистрационных номера. Вот уже 12 лет в Китае восстанавливают один из участков Великой Китайской стены – Цзянькоу. Люди активно прибегают к помощи мулов. Им предстоит поднять ножу к тому месту, где ведут реставрационные работы. Длиной участок стены всего тысячу метров, но известен своими крутыми подъемами и обрывами. Местный рабочий Цао говорит, что горы здесь очень высокие. Доставить наверх кирпичи могут только мулы. «Здесь большая высота – это самая опасная часть стены. Туда взбираться тяжело. Вот почему мы нагружаем на них не очень много кирпичей». Восстановление начали в 2005 году, но работа продвигается медленно. Когда возможно, используют кирпичи, которые отвалились от стены. В остальных случаях стройматериалы новые. Инженер Чен Юн Мяо говорит, что мулы могут поднять кирпичи только на определенную высоту. Дальше и они идти не в силах. Остальной отрезок пути – проделывают уже люди. «Каждая отдельная часть стены находится в разной местности. Её длина и высота и крутизна обрыва разные. Поэтому самая сложная – доставка материала. В эту часть доставить кирпичи не могут даже мулы». Участок Цзянькоу построили при династии Мин в 17 веке. В переводе с китайского название означает «зарубка на конце стрелы». По сравнению с другими секциями, возведёнными два тысячелетия назад, Цзянькоу, можно сказать, совсем новая. Реставрацию ведут и на других участках. Но не всегда ею остаются довольны люди. Так в провинции Ляонин власти разрушили зубчатые стены и залили всё цементом. В результате стена стала походить на тротуар. После посыпавшейся критики власти сказали, что расследуют все реставрационные работы, которые провели некачественно. Что касается участка Цзянькоу, то здесь рабочие пользуются только самыми элементарными инструментами и делают кирпичи по строгим правилам. Трёхлетнее кругосветное плавание завершило Каноэ Хакулиа. Это традиционное полинезийское судно, сделанное из современных материалов. В гавайской столице Гонолулу экипаж парусного каноэ встречают тысячи человек. В честь прибытия коренные гавайцы исполнили ритуальный танец. «Благодарю Гавайи. Благодарю всех за это мгновение. Благодарю за то, что в море выходят сотни и тысячи таких каноэ». Каноэ Хакулиа отправилась в плавание из Гонолулу в мае 2014-го. Во время путешествия оно останавливалось в 150 портах разных стран мира. За три года судно прошло более 70 тысяч километров. При этом экипаж не использовал никаких навигационных приборов. Он прокладывал путь так же, как древние полинезийцы, ориентируясь по солнцу, звездам, волнам и птицам. Цель путешествия – продвигать идею экологичного развития на планете. Это судно было построено для научных экспедиций еще в 70-х годах. Тогда оно совершило путешествие от Галайских островов до Таити. Перед кругосветкой Хакулиа отремонтировали и немного модернизировали. Уникальные видеокадры с новорожденным детенышем большой панды опубликовал токийский зоопарк Уэна. Малыш появился на свет 12 июня. Весил около 150 граммов. За неделю он немного подрос и прибавил в весе 30 граммов. Отца детеныша зовут Рири, маму Син-Син. Сейчас малыш находится под ее присмотром, а также под наблюдением специалистов. Для 11-летней Син-Син эти роды уже вторые. Первого малыша она потеряла через несколько дней после его появления на свет. Детеныши большой панды очень слабые. Выхаживать их весьма сложно. В этот раз сотрудники зоопарка подготовились более тщательно. Мама панда и малыш чувствуют себя хорошо. Пол детеныша еще не определили. Кличку также будут выбирать позже, через 100 дней после рождения. А пока специалисты безотрывно наблюдают за малышом. Син-Син и Рири прибыли из Китая в зоопарк Уэна в 2011 году. Через 10 лет после этого они вернутся назад. С 1992 по 2008 годы здесь жил самец по кличке Лин-Лин. Он был единственной большой пандой, которая принадлежала Японии и считалась символом зоопарка Уэна. Теперь же Китай сдает своих панд в аренду.